Всем привет! Меня зовут Маша, и я обожаю мейкап. И сегодня героиня нашего обзора палетка от Tom Ford Honeymoon. Итак, ребят, палетка номер 4 от Tom Ford под кодовым названием Honeymoon. Это классическая четверка теней из постоянной коллекции от Tom Ford. Бумажная упаковка выглядит следующим образом. А палетка упакована в дополнительный пыльник, дабы сияющий пластик в ее обрамлении не пачкался. Что на самом деле не очень хорошо, предотвращает попадание пыли на палетку. И все-таки следы, конечно же, остаются. Поэтому я на самом деле пыльник больше воспринимаю как такой дополнительный элемент презентации товара. И на самом деле мне лично наличие пыльника у палеток Tom Ford очень нравится. В палетке всегда идет такой защитный экран с двумя кисточками. Кисточками я, конечно же, не пользуюсь, но почему-то и не выкидываю. Итак, ребят, Honeymoon в переводе означает медовый месяц. И, собственно говоря, палетка у нас такая очень красивая, соблазнительная. Мы сегодня обязательно будем делать макияжи с помощью этой палетки. Но перед этим мы сделаем с вами сравнительные сводчи. И давайте я кратко намечу структуру данного видео. Сводчи палетки Honeymoon. Далее мы с вами ищем дюпы. Если мы находим что-то очень похожее, то мы с вами делаем макияж с помощью Tom Ford и дюпов. Если ничего очень близкого мы не находим, то мы просто с вами будем делать обзор на палетку от Tom Ford Honeymoon. И если какая-то из палеток, о которых я сегодня не буду говорить, вас интересует, напишите в комментариях. Я обязательно сделаю обзор. Ребят, давайте попробуем угадать, на каком глазу макияж выполнен с помощью палетки от Tom Ford. Напишите в комментариях, перед тем, как продолжите просмотр видео, макияж на каком глазу выполнен с помощью палетки от Tom Ford. Справа Tom Ford или слева Tom Ford? И так, это сводчи палетки Honeymoon. Здесь мы с вами видим очень красивый оттенок шампанского. Я бы даже сказала, что этот оттенок имеет персиковые ноты. Далее нас ждет очень красивый бронзово-коричневый. Следом за ним идет такой вкусный ягодный бордовый. И завершает данную палетку коричнево-сливовый глубокий оттенок. Итак, ребят, у Tom Ford существует две формулы теней. Это обычная и формула Wet n' Dry. Формула Wet n' Dry позволяет вам наносить тени также и влажным способом. Собственно говоря, и обычную формулу теней вы можете наносить влажным методом. Тем не менее, формула Wet n' Dry предполагает, что вы можете завтрастно окунуть влажную кисть в саму палетку. И хорошенько там повозить до образования кашицы. И после этого уже нанести данный оттенок на свои прекрасные веки. В палетках Tom Ford его обычных формул 9-10 грамм теней. А в палетках формулы Wet n' Dry всего 6. Но при этом я хотела бы сказать, что и пигментация, и расход в палетках Wet n' Dry просто минимальный. Все, что вам нужно, это просто нежно задеть поверхность рефила. И, собственно говоря, пигмент у вас уже есть. Формула Wet n' Dry это по-хорошему сатины, которые вы можете растушевать до какой-то невидимой вуали, просто тончайшего покрытия. А также, если захотите использовать влажным методом, добавить невероятное зеркальное сияние вашему макияжу. Больше всего сравнение вы хотели с палеткой от Viziar Mink. Поэтому для начала я сделаю сравнение исключительно с этой палеткой, а потом мы с вами будем двигаться дальше и сравнивать со всеми остальными палетками, что у меня есть. Собственно говоря, я решила сделать свочи также на этой части руки. Я думаю, что вам будет видно, что они не слишком похожи. Палетка от Viziar все-таки является более теплой. И в палетке от Viziar нас ждут как матовые оттенки, так и металлики. Хочу обратить ваше внимание на этот невероятно красивый бронзовый из палетки Viziar. Если сравнить эти две палетки, то можно увидеть, что самые светлые оттенки, шиммерные, имеют некое сходство. В палетке от Viziar он, пожалуй, больше склоняется к золотому, тогда как в палетке от Tom Ford все-таки больше таких персиковых ноток. Если сравнивать оттенки, в которых есть красноватый подтон, то, конечно же, у Tom Ford данный оттенок очень-очень вкусный. Он намного интереснее, нежели оттенок из палетки Viziar, но и оттенок от Viziar не отстает. Он очень вкусный и сложный. Далее можно говорить о матовом из палетки от Viziar и сатине из палетки от Tom Ford. У них есть определенное сходство, хотя, конечно же, оттенок из палетки Viziar более насыщенный. Если говорить о темных оттенках из этих палеток, то, конечно же, у Tom Ford он совсем другой. Здесь оттенок более сливовый, тогда как здесь это просто холодный-коричневый. Также палетку Honeymoon довольно часто сравнивают с палеткой от Pat McGrath Iconic Illumination. Поэтому я решила добавить свотчи этой палетки также сюда, потому что оттенков у нас здесь тоже немного. Здесь четыре оттенка. И мне кажется, что это такой самый первый и самый ближний круг сравнения. Не уверена, насколько гениальной идеей это было расположить свотчи именно на этой части руки, но уже так получилось. Давайте я покажу вам, что здесь происходит. Итак, ребята, самые первые свотчи это палетка от Tom Ford. Далее у нас шесть оттенков палетки от Viziar Minx. И последние четыре оттенка это Iconic Illumination от Pat McGrath. Как раз таки здесь, ребята, думаю, что будет вам понятно, что бордовый оттенок из палетки от Pat McGrath Iconic Illumination очень близок к оттенку из палетки от Tom Ford. Тогда как коричневый здесь обычный простой коричневый, в нем никаких дополнительных оттенков нет. В Tom Ford он все-таки очень интересный и сложный. И все-таки самый светлый оттенок из палетки от Pat McGrath это все-таки просто шампанское. Тогда как из палетки от Tom Ford это у нас именно такой персиковый оттенок. Ребята, я вернулась и давайте я покажу вам палетки, что я использовала для поиска схожих оттенков из палетки от Tom Ford. Мы уже с вами посмотрели Viziar Minx, а также Iconic Illumination от Pat McGrath. Далее я взяла Femme Rosa от Colourpop, палетка She, далее Viziar Golden Hour, следующая палетка от BH Cosmetics, называется она It's My Rare Rare. Далее еще две палетки от Pat McGrath это Bronze Seduction и Sublime. Также, ребята, я достала хайлайтер от Nabla Privilege и палетку от Huda 3D Highlighter. Так она выглядит. И, собственно говоря, давайте покажу вам свотчи и расскажу, что есть что. На самом деле, ребята, у меня было немного больше палеток для сравнения, но в ходе как раз-таки сравнения я поняла, что некоторые из них все-таки не похожи. Итак, ребята, начиная с самого светлого, Tom Ford, далее Huda Highlighter Tahiti, далее Nabla Highlighter Privilege, далее Viziar Minx, следующий оттенок BH Cosmetics коллаборации It's My Rare Rare, оттенок называется Radiant, далее Colourpop She, Femme Rosa, оттенок Chic, далее у нас идут коричневый растушевочный оттенок, и первый оттенок Tom Ford, далее Pat McGrath Sublime, оттенок называется Iconic, следующая палетка Viziar Minx, за ней идет Viziar Golden Hour, оттенок называется Montane, и следующий оттенок из палетки Pat McGrath Bronze Seduction, оттенок называется Disabiliant. Далее мы переходим к красным оттенкам, первый оттенок из палетки Tom Ford, далее у нас Viziar Minx, следующий Pat McGrath Iconic Illumination, следующий красный из палетки Pat McGrath Iconic Illumination, Далее у нас Pat McGrath Sublime, оттенок Rose Dusk, и последние два сводча это Tom Ford, и оттенок Carousel, из палетки Viziar Golden Hour. На самом деле у меня нет в коллекции ничего более похожего, этот оттенок действительно уникальный, я даже не стала ничего остального сводчить, потому что все оттенки были либо слишком холодные, либо слишком теплые, И вот этого вкусного подтона, как палетки от Tom Ford, в них не было. Конечно, оттенок из палетки от Viziar более сияющий, но это самое близкое. Я решила даже не сводчить остальные. Собственно говоря, ребят, это все о сводчах, я думаю, что, конечно, когда мы делаем сводчи таких дорогих палеток, хотелось бы, чтобы было что-то из недорогих брендов, что было бы похожим на то, с чем мы сравниваем. Здесь, к сожалению, большая часть возможных дюпов все-таки из более дорогих брендов. Не знаю, как сесть, чтобы было лучше видно, я думаю, что для макияжа мы с вами возьмем, естественно, вот этот коричневый, если говорить о красном, я думаю, что оттенок из палетки от Pet самый близкий. Хотелось бы, чтобы все это было в палетке от Viziar, но этого нет, этот оттенок все-таки уходит в коричневый, а здесь красного больше, и оттенок из палетки от Pet как раз-таки не слишком яркий, это не красный оттенок. А такой красно-коричневый, к тому же он у нас тоже сатин, поэтому я предполагаю, что они должны на глазах выглядеть, если они одинаковы, то очень близко. Далее коричневые. Я думаю, что вот эти два оттенка на самом деле очень-очень близки, и это у нас Viziar Golden Hour и Pet Magrat Bronze Seduction. Честно говоря, я даже решила не доверять своим глазам и спросить совета у подруги, и ей тоже показалось, что все-таки этот оттенок ближе к оттенку из палетки от Tom Ford, так что будем мы с вами тоже с Pet Magrat. И последний оттенок. Здесь, конечно же, все очень очевидно. Мы с вами будем использовать оттенок из палетки Viziar Mini. Теперь позвольте мне помыть эти грязные ручонки и вернуться к вам уже с макияжем. Кстати, ребят, еще по поводу палетки Honeymoon и Body Heat. Так они выглядят рядом друг с другом. Если вы не видели их в магазине, на всякий случай решила показать тоже. Эти палетки действительно кажутся очень похожими, но это не одно и то же совершенно. Если вам интересно, чтобы я сравнила их как-нибудь, тоже такое могу сделать. Но палетки эти разные. И давайте мы вернемся к героине нашего сегодняшнего выпуска. И, собственно говоря, приступим к макияжам. Справа у нас будет палетка Tom Ford, а слева будут дюпы. Давайте я еще раз покажу вам, что у нас сегодня за дюпы. Две палетки от Pet Magrat, Bronze Seduction и Sublime. И две палетки от Visear, Mink и Golden Armor. И давайте мы с вами начнем с самого, что у меня есть, банального макияжа. Я использую бронзовый оттенок из палетки от Tom Ford в качестве растушевочного. Далее мы затемняем уголок с помощью самого темного оттенка. И растушевываем. И, честно говоря, чтобы долго не ждать, я сразу же наношу оттенок цвета персикового шампанского на первую долю правого века. С помощью маленькой кисточки наношу его же на внутренний уголок глаза. И подтушевываю все. Возвращаясь к левому глазу, так же затемняю уголок. Распущевываю. И наношу светлый оттенок. Ребята, я даже решила не красить ресницы, потому что здесь вообще все понятно. Это самый, что ни в не есть, простой макияж. Это все очень быстро, очень просто. Независимо от того, был ли это комфорт или были ли это дюпы. У нас, конечно, зрябят с вами и дюпы непростые, и Бэтмоград, и Визиад. Но, тем не менее, данный макияж, безусловно, самый простой макияж, который каждая женщина в своей жизни хоть раз делала. Здесь все очень просто. Я думаю, что здесь будет видно, что на правом глазу все-таки оттенок у нас более персиковый. Если растушевочный и оттенок, который затемняет внешний уголок, дают форму, то как раз-таки оттенок, который нанесен на большую часть глаза, да, он как раз-таки задает все настроение макияжа. И, конечно же, то форм здесь выделяется. Давайте я еще раз вам покажу и сама свое лицо подобину ближе к камере. Нет, Визиад не подчеркивает текстуру. Нет такого. Но, тем не менее, он все-таки смотрится, и не хочу говорить слово, тяжелей, но он действительно заметен. Если дом фор лежит на правом глазу такой нежной гуалью, то шиммер от Визиад все-таки заметен. Но, ребят, это на самом деле такая небольшая разница, в том плане, что насколько действительно это имеет смысл. Особо давать мне здесь нечего. Давайте мы перейдем с вами к следующему макияжу. Недолго думая, мы приступаем к следующему макияжу. Очень легким движением руки, набирая красный оттенок. Затемняем внешний уголок. Бронза. Внутренний уголок глаза. Собственно говоря, ребят, все очень просто. Тот оттенок коричневый-брозовый, что мы с вами использовали, он, конечно же, более матовый, нежели оттенок из палетки от Tom Ford. Поэтому на глазах он выглядит иначе. Но я думаю, что настроение нам поймать удалось. Давайте я вам покажу, как это выглядело бы, если бы я нанесла этот оттенок влажным методом. Так образ получается более интенсивным. Я добавлю его и на нижний вверх ножек. И давайте посмотрим с вами еще один макияж. Я думаю, что в этом макияже, в принципе, все смотрится очень похоже, кроме того, что здесь светло-коричневый-брозовый у нас сияющий, да, а здесь он матовый. Так, ребят, последний макияж, что мы с вами сегодня делаем. Я использую плоскую кисть, и мы будем делать с вами Halo Eye. Набираю самый темный оттенок. Другая чистая, вот такая же кисть. Другая чистая, вот такая же кисть. Ребята, думаю, вы согласитесь, хочется добавить темного еще. Плоской кистью, влажным методом, мы наносим с вами самый светлый оттенок из полярки от Palfour. Влажмем носу на нижний верх. И на внутренние голые глаза. Делаем то же самое на левом глазу Собственно говоря, ребят, вот и все Это то, что у меня получилось Я накрасила ресницы с помощью туши от Urban Decay Lash Brick Использовала также помаду от Charlotte Tilbury в оттенке Queen И нанесла сверху масло от Jelly Pong Tone Cosmetics Это оттенок Watermelon И давайте уже посмотрим на макияж Какой из этих макияжей вам нравится больше? Тот, что на правом глазу или тот, что на левом? Я не думаю, что существует какой-то правильный ответ на этот вопрос Это скорее о предпочтениях Самый светлый оттенок из этой палетки Все-таки не настолько светлый, как оттенок из палетки от Niziar Ming Он более персиковый, как мы с вами и говорили в самом начале видео И, конечно же, это налагает большой отпечаток на весь макияж в целом Правый глаз выглядит более теплым Если говорить о текстурах У нас здесь, конечно же, в принципе с вами очень хорошие тени Это Pet Magrat и Niziar Я не могу сказать ничего плохого ни об одном из этих брендов Но, конечно же, у теней от Tom Ford есть такая особенность Что их можно растушевать просто в какую-то невероятно легкую дымку То есть я прямо сейчас могу продолжить вышивать правый глаз И оттенок будет тянуться и тянуться Это действительно какое-то волшебство Несмотря на то, что оттенки здесь приглушенные Всегда сама пигментация у оттенков настолько сильная И цвет действительно очень-очень долго можно протянуть по веку И, как всегда, ребят, я хочу сказать о том, что тени от Tom Ford Это, безусловно, инвестиции Но при этом это не просто дорогая игрушка Это действительно функциональный продукт Я не буду говорить, что я считаю, что тени от Tom Ford должны быть в косметичке каждой женщины Конечно же, нет Я вообще не считаю, что есть такое разделение теней на хорошие и плохие Исключительно в зависимости от цены Бывает, что и дорогие тени показывают не самые лучшие результаты работы Бывает, что и дешевые тени заставляют вас аплодировать Так что, безусловно, вопрос цены при покупке теней от Tom Ford играет главную роль Если тени от Tom Ford для вас нечто такое непосильное, на что вам придется копить целый год Я не думаю, честно, не думаю, что вас тени эти восхитят настолько, что вы подумаете, что все эти усилия были не напрасны Магия здесь есть Тени волшебные Тени действительно невероятные Как бы ты их ни крутил, что бы ты с ними ни делал, всегда макияжи будут получаться великолепно Все, о чем я говорю, что за 88 долларов можно купить несколько палеток теней очень хорошего качества Я думаю, что Tom Ford это, конечно же, такой элемент роскоши Сделать себе приятно Я просто не хочу и не могу и не буду умалять качественных характеристик этого продукта Формула Wet n Drive позволяет вам работать как сухой кистью, так и влажной Используя кисть влажным методом, вы получаете зеркальное сияние на своих глазах Кто сейчас об этом не мечтает? Правда ведь? Пигментация оттенков настолько сильная, что при словутой дырочке в рефиле Вы достигнете совсем не скоро В то же время, ребят, я, конечно, хотела бы сказать о том, что подобные палетки Это все-таки для любителей деликатного макияжа Это не для тех, кто любит такие бомбезные шиммеры, сатинные Которые можно превратить в шиммеры Очень легко и просто Но сиять как какие-то кремовые тени, да? Например, как тени от Pat McGrath Да даже это бронзовый, да, яркий самый посередине, что мы сегодня с вами смотрели в свочек Так тени от Tom Ford сиять не будут Но и плотность, с которой они ложатся на ваше веко, совершенно другая Макияж, выполненный с помощью палеток от Tom Ford Выглядит просто какой-то невесомой Влаги на ваших глазах Все, что вам нужно, это накрасить ресницы И добавить стрелку, если вы такое любите Если говорить о макияжах, мне нравятся оба Я не стала бы что-либо выбирать Для меня они все-таки разные За счет разницы температур этого блика на центре века А какой из этих макияжей нравится больше вам? Собственно говоря, ребят, на этом у меня все Я надеюсь, что вам понравилось это видео Как любая другая палетка от Tom Ford Данная палетка занимает определенное место в моем сердце Очень ее люблю Мне кажется, что эта палетка Это соединение нежности и соблазна одновременно Наверное, как раз это то, что Tom Ford имел в виду Называя палетку медовым месяцем А я надеюсь, что вам понравилось это видео Если так, поставьте пальчик вверх Подпишитесь, если до сих пор не подписаны И нажмите на колокольчик Чтобы получать уведомления о моих новых видео Если у вас есть такая палетка от Tom Ford Напишите в комментариях, как она вам А также, ребят, в рамках соцопроса Напишите мне, какая палетка от Tom Ford Если у вас есть несколько палеток Какая из них является вашей самой любимой И теперь уже точно все Я желаю вам, ребят, отличного дня Прекрасного настроения Если у вас есть вторая половинка Я желаю, чтобы каждый день с ней или с ним Для вас был как ханимон А если второй половинки у вас нет То я, собственно говоря, желаю вам наслаждаться жизнью И самим себе устраивать медовые месяца И, как всегда, мы с вами увидимся уже очень-очень скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok